Дмитрий Иванович Кузнецов – это старейший художник Сибири. Самая ранняя его картина датирована 1908 годом. В музее Чуйского тракта представлено более 40 произведений этого мастера. Долгие годы он сотрудничал с Бийским краеведческим музеем. И на сегодняшний день в фондах хранится большое количество его этнографических зарисовок, сделанных в экспедициях. Дмитрий Иванович принадлежит к тем художникам, которым посчастливилось, потому что он после себя оставил большое количество учеников, художников, которые продолжили свое творчество и в Алтайском крае, и за его пределами. И эти ученики, среди которых был Гаврил Иванович Прибытков, они были благодарными учениками. Бийчане, которые сталкивались по жизни с этим великим, по их мнению, человеком, рассказывают и о его нравственных качествах. Как ни удивительно, я жила с ним в одном доме на улице Красноломейская, 37. Мы его, конечно, уже знали детьми, как какого-то удивительного человека. Знали, что он художник. Он был очень внимателен, отзывчивым к детям и приглашал нас домой. У него была большая библиотека детских книг, и он нам всегда предлагал что-то почитать или посмотреть. Личность Дмитрия Ивановича очень значима в наши дни и для Бийского педагогического колледжа. Это учреждение с 2021 года носит его имя. Учащиеся и сегодня занимаются исследованием его многогранного творчества. Когда к нам приезжают гости в педагогическое колледж, мы всегда знакомство с футграфом начинаем с его работы, которая на третьем этаже у нас экспонируется. И мы говорим о том, что это первый член церковных художников города Бийска, что он ученик Чурусбуркина, а Чурусбуркин ученик и друг Репина. И, конечно, вот такая цепочка взаимосвязи, она однозначно повлияла на то, что у нас открылась специальность изобразительного искусства черчения. Выставка будет экспонироваться в течение месяца. Учащиеся Бийского педагогического колледжа, которые открывали экспозицию, планируют проводить экскурсии для других студентов своего образовательного учреждения. Но и каждый бийчанин имеет возможность посетить эту выставку. Алена Кисеева, Илья Питков, Будни.